Они добро пожаловать на этот семинар, но я знаю мужчин, и им очень скучно на таких семинарах, потому что что я хочу поделиться, я не думаю, что им будет интересно. Очень приятно быть с вами здесь. Одна из больших радостей в моей жизни приносит мне большую радость, когда я говорю в жизни пастыров и их женам. Сколько из вас здесь сидят женщин, которые или жены пастыря, или жены служителя? Которые ведут служение, ну, любого служения, которое вы делаете. Все, что я хочу сказать, что у вас самая тяжелая работа на планете. Конечно, не все, что я буду говорить, будет касаться жены пастыря, потому что я еще коснусь немножко детей. Но я верю, что Бог показал мне некоторые принципы, которые мы, как женщины, можем сделать, чтобы воспитать богопоязненных детей. Номер один, записывайте, нет, номер один, будьте счастливы, кем вы есть. Мы говорим, у нас есть такое выражение в Штатах, Когда мама счастлива, все счастливы. Это правда. Когда мама не счастлива, никто вокруг не счастлив. Это правда. Мы утверждаем тон в доме. И атмосферу в доме. Я выросла в христианской семье. И я настолько благодарна за это. Моя мама и папа были очень хорошими родителями. В семь лет я пришла к Господу. Потому что, насколько я себя помню, в меня вкладывали о Иисусе, о Его спасительной силе. Это все, что я знала. Но в то же самое время было место, где я знала, что мне нужен был Иисус в моем сердце. И это было в семь лет мне было тогда. И мне нравилось ходить в церковь, и мне нравилось быть там. Изучать о Боге. Но когда мне было десять лет, Я начала видеть, что я сейчас уже понимаю, это было видение. Но тогда мы находились в такой церкви, где они не верили в видение. В видение. Видеть видение. И я не знала, как это называть. Но вот я увидела картину такую, белая такая маленькая церковь. И я сидела на втором ряду, впереди, беременная. И рядом со мной сидела маленькая девочка. И мой муж проповедовал. И мне было десять, когда я видела это. И бывало такое, что я играла с игрушками, или со своими домиками. И вот эта картина, она всплывала перед моими глазами. И я вот думала, о, как бы я хотела быть женой пастыря. Я не хочу выходить замуж ни за кого, кроме того человека, который хотел бы быть пастыром. И вот я видела вот это видение, я видела, ну, периодически. И к двенадцати годам это все, о чем я только мечтала. И я пошла к жене пастыря, которая была очень хорошей друг моей семьи. Я ее к кону. И я ей задала вопрос в двенадцать лет. Как ты думаешь, я могу иметь призвание быть пастырем? Женой пастыря. Есть призвание такое? Она говорит, о, Сибилл, я не знаю, как ты можешь быть женой пастырем, быть и не быть призванной. Это то, что мне нужно было услышать. И в церковь, в которую мы ходили, Каждое воскресенье после каждого послания был призван к покаянию. И мы очень сильно верим о призвании в жизни, что человек призван в каждый. Или чтобы быть учителем, Или пастырем поклонения, Или миссионером, Или пастырем, или евангелистом. Пятигранное служение. И она вот это, то, что она сказала, И пришло следующее воскресенье. Двенадцать лет мне было, помните. И во время того, как призыва, я пошла вперед. И я сказала пастырю, Я отдаю свою жизнь Призванию быть женой пастыря. И все собрания, вот когда после молитвы, Это такой был порядок, Все приходили и поздравляли. Ну, с покаянием, с этим призывом. И говорят, и меня поздравляли. Говорят, мы молимся за тебя. Ты будешь очень хорошей женой пастыря. И все вот, все такие, все в таком роде. И я выросла потом. Пошла в колледж. И в первый день колледжа. Первый день колледжа, и я встретила Олана. Но я не буду говорить об этой части. Потом мы женились. И вот после того, как мы уже, мы жили один год, Я тут поняла, что он вообще не спасен. И еще более того, я вдруг обнаружила, Что он даже не собирается быть пастырем. Но я ему никогда не сказала. Но я ему не говорила о моем видении. И 12 лет Он даже близко не был. Не был верующим. Заняло 12 лет мне молиться за моего мужа. И мало-помалу, и когда через 12 лет он покаялся, И пришел к Господу, это было чудесно. Он ходил вот таким путем. И когда покаялся, пошел совершенно в обратную сторону. Это удивительное было время. Конечно, я была счастлива. Он вообще очень красиво поет. И на тот момент он вел даже прославление. И его приглашали в разные церкви. И он ездил, пел. И один раз я пела в хоре. И там был опять призыв. Потому что это была птическая церковь. Был призыв. И я вижу, как мой муж идет, Отвечает на призыв быть пастырем. И я подумала, о Боже. Наверное, он идет вперед, чтобы посвятить свою жизнь музыкальному служению. Может быть, то видение, которое я видела, Это тот человек, который ведет, Он будет пастырем в прославлении поклонения, Но он не будет пастырем. Ну, эта мысль у меня отошла сразу после того, Как пастырь, старший, сказал, Что вот этот человек посвятил свою жизнь на пастырьство. Я пела в хоре. И, знаете, в некоторых церквях, Когда они имеют хор, Они имеют как-то фензу, В前面 хор. Олен объясняет так, Когда он увидел Сибл, Она просто перепрыгнула этот бортик. Поздравить его. Но я так не думаю. Но похоже, что я очень быстро спустилась, Чтобы поздравить его. И я его обняла, И тут я впервые рассказала о своем видении. И мы стояли вдвоем, Мы плакали вдвоем. И я была настолько счастлива, Что, когда он начался пастырить в церкви, Все, что я хотела сделать, И я чувствовал, что я был пригласен Для поддержки его, Для любви его, Для обучения его, И делать все, что я могла в церкви, Для помогать. И когда я услышала Ту новость, Что он посвятил свою жизнь на пастырство, Я поняла, что моя роль, Я буду делать все возможное, Для того, чтобы поддержать, Помогать, Ободрять его. Все, 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 что нужно, Необходимо делать, Для того, чтобы он Был успешным пастырем. Я делала все, что угодно, Если вы подумаете о чем-либо, Это я делала в церкви. Начиная мыть туалеты, Кушать варила, Была старше над женским служением, Даже над детским служением. Я не думаю, что кто-то хочет Или мечтает быть старшим Над детским служением. Но я знаю, что есть люди, Но это не был Тип моей личности. Я сегодня хочу вам сказать, Что или вы жена пастыря, Или вы жена лидера, Или просто вы жена человека, Который ходит. Вы здесь для того, Чтобы поддержать. Вы призваны в эту позицию, В которой вы находитесь. Конечно, не все имеют Такое, очень такое Целенаправленное видение, Как я видела. Но если вы замужем, За пастырем, За лидером, Или за кого-то, Кто в церкви, Если они имеют призвание, Тогда вы имеете призвание. Потому что вы одно целое. Если он призван, Значит, вы призваны. Поэтому я сказал это, Чтобы сказать, Что я и всегда был Поддержан, Потому что это было так далеко. Быть рядом с ним, Быть рядом с ним, Поддерживать его, Всегда его. Любить церковь, Любить людей. И помогать. Помогать там, где нужно. Он принял, Он принял крещение Святым Духом Намного раньше, чем я. И я не знала, Как реагировать. Но я настолько рада была, Я просто радовалась, Что он ходит с Господом, И что он исполняет призвание, Которое Бог дал ему в жизнь. И я просто прыгнула вместе с ним, И я сказала ему, Слушай, я здесь для того, Чтобы помогать тебе. И церковь начала расти, Как он упомянул раньше. И, У меня точно так же сейчас, Как то, что у него вчера получилось. Из-за того, что был рост, И он был видимый, Явный. И это настолько радостное событие Происходило в церкви. И когда приходит рост церковь, Приходит очень много женщин, Которые имеют духовные откровения. И они не просто были духовные, Но они были такие классические духовные. Женщины. И я просто не подходила под их образ. Я пыталась, Потому что я настолько хотела быть Хорошей женой пастыря. И я приняла решение, Что мне нужно начать с самой себя. И я хочу выглядеть красиво. Я купила новый макияж, Косметику. Я начала приклеивать ногти. И в те годы, Сейчас мы просто Пойдем им скульптуру. Но в те годы, Суперклеем я приклеивала. И у меня были ресницы накладные. И я... А клей не был достаточно таким качественным в то время. Но я хотела быть похожей на ту женщину, Которая все под контролем. То-то не случилось. У меня была подруга, Я вам сейчас скажу несколько таких случаев. Несколько примеров приведу. Ну, и у нас еще не было денег. Маленькая церковь, Не было денег. И была у меня подруга, Которая меня научилась, Как в... Товариваться в Хумане. Наподобие. И вот... И вот один раз я пришла. И я купила такие очень красивые туфли, Которые я там нашла. Она была в другой части этого магазина. И я обула, садела, Обула эти красивые туфли, И пошла, нашла ее. Я говорю, Дженис, посмотри, какие эти туфли. Она говорит, ваааа. Я говорю, красивые, да. Они красивые. Они такие красивые туфли. И говорит, тебе нужно купить их. И они стоят всего лишь 25 центов. И я купила их. И я иду в воскресенье, Я иду в церковь. В этих новых туфлях. Было такое сильное движение Духа Святого. Люди искали Бога. Они просто лежали на полу, плакали. Но моя подруга, ее семья, всегда сидели сзади меня. И я больше не могла стоять от такого присутствия. И я пошла и склонилась у алтаря. И я преклонила колени перед платформой. И на колени плачу перед Богом. Наслаждаюсь присутствием Бога. Я иду, сажусь обратно. Она вот так вот прикасается ко мне сзади и говорит, Я знаю, что ты платила за твои шоу. А я говорю, посмотрю. А, конечно, конечно, ты знаешь, потому что ты была со мной, когда я купила. Она говорит, нет. 25 центов и красные крейоллы написаны на боку, и твои очки на твоей шоу. Говорит, нет, говорит. 25, этот стикер с 25 центов, он записан на твоей подошве. И говорит, и еще твои ресницы, одна ресница у тебя на щеке, говорит. Я подумала, о-о. После не прошло много времени, мы опять пошли в этот магазин. И я находила такие красивые вещи, они практически новые были, которые, допустим, я не видела в других местах. И когда я их одевала, я чувствовала себя, о-о, это класс. И в это время хозяин команды, футбольной команды, кяубой, начал приходить в нашу церковь. И они захотели, чтобы каждый четверг Олан приезжал и учил каждый четверг вечером у них дома. Он будет собирать людей, чтобы изучать Библию. Конечно же, они были очень богатые. И они собирали очень богатых друзей. И когда я ходила на вот эти изучения Библии, я пыталась одеваться как можно красиво. И после того, как я нашла вот эти красивые изделия в этом магазине, И вот пошла еще в один раз и купила себе сапоги, которые я так считала, что они очень подходят под тот комплект, который я раньше купила. И они выглядели как Сейчас, подождите, черные, и они так блестели, кожаные, кожаные, лакированные. И я подумала, о, я одену, одену. Подождите, они не лакированы, а пятнистые. И комната была расположена вот таким, п-образным. И Олан обычно сидел в центре. И я всегда сидела где-то рядом и смотрела лицом к нему. Окей, и вот я сижу Сижу напротив Олана, и ноги вот так вот скрестила, вот как девушки вот скрещивают. Вот таким образом. Помните, я хотела выглядеть, ну, такая вот стильно, да? И я почувствовала что-то очень странное такое чувство вот на ноге, вот когда он учил. И все в комнате видят его, но я вот рядом сижу с ним. И я почувствовала, и я посмотрела. И на моих сапогах была такая вот строчка. И та строчка, она распадалась. И я подумала, и я тут обнаружила, что они не кожаные. Они пластиковые, пластиковые, и которые были покрыты пеной какой-то. Они замазаны были. И мои сапоги просто вот так раскрылись. Вот просто при мне вот раскрылись на глазах. И потом я переместила ноги другим образом, чтобы покрыть ту дырочку. Через минуту. Я смотрю вниз. Этот сапог тоже самое. Раскрывается под строчкой. Что мне делать? Вы знаете, что стиль просто убежал из окна. И я думаю, что мне делать сейчас? Ой, слава Богу, он на тот момент уже почти закончил. И все, что я могла помолиться. И я говорю, Господи, помоги мне выйти нормально с этой ситуацией. И мой план такой был, что как только он скажет, аминь, я сразу вскочу и за стул спрячусь. Пока все будут молиться, но скажут, аминь. И я буду стоять за стулом, и люди будут подходить. И они с кем-нибудь разговаривают, пусть они ко мне подходят. И я буду стоять на месте и не двигаться. И я попыталась первая ускользнуть. Олэн первый говорит, слушай, что сапогами? Я говорю, почему? Я думала, что ты слышала эту историю. Нет. Нет. А я говорю, а что ты спрашиваешь? Он говорит, ну, они сапогами. Он говорит, а у тебя они разорвались сзади. Так, держи это минуту, держи это минуту. Я у меня старые буты, они были разорваны вот здесь. Они были разорваны сзади, вот здесь. Они спереди разорваны, сзади, сбоку разорваны. И вот снизу торчит такая желтая пена, вот знаете, такая грязная такая. Единственное, где они прилеплены были, вот здесь вот маленькая полоска, они были, прилепились к моей ноге. Ой, я много, еще больше таких историй могу вам рассказать. Да, это невероятно. Но, и я не называла, чтобы притворить или учиться, вы знаете, я просто хотела быть пастором. И вы знаете, я не чувствовала, что я призвана учить или проповедовать. Но я чувствовала, что я призвана помогать ему состояться. И хотя я не чувствовала, что я имела это призвание, но все же я решила, я буду сейчас изучать Слово Божье, я буду готовиться. Но все-таки, чтобы проповедовать, это нужно знать что-то. И вот я начала тщательно готовиться. И вот я сидела и пыталась изучать Слово. И все, что я учила, это было склонно к учению о женщинах. Но мне это так не нравилось, и это не то, что я хотела делать. Я даже не хотела ни малейшего желания стоять на трибуке. И проповедовать. И я осознала, что мой план не работает. И я начала думать, наверное, Олан женился на не той женщине. Потому что к этому времени Бог начал показывать Олану свое Слово и начал использовать Олана очень сильно. И в одно утро, когда я молилась Господу, я сказала, что начала Ему высказывать. Боже, я не проповедую. Я не... Я не... У меня нет стиля. Я... Я... Я не веду собрания. Я не... Стиля у меня нету. Я не действую как стильная женщина. И мой контроль не работает вообще. И, наверное, я не та женщина, которая Ему нужна. И Бог проговорил мне так ясно. Он говорит, я тебя призвал. И Он меня... Мне обратно вернул в то видение. И я говорю, да, я помню. Ты меня призвал тогда. И Бог мне тогда сказал, я не делаю ошибок. Я знал тебя еще от начала времен. Я знал все твое движение, каждое движение, всю твою жизнь. И я также знал, что ты будешь здесь сейчас. И ты будешь женой Олана Гриффинга. Я знал все твои слабости, все твои сильные стороны. И в то же самое время я тебя призвал, чтобы быть женой. Если мы говорим о свободе, я тогда знала, что я могу быть собой. И в то же самое время исполнить то призвание в моей жизни. Что я могу посмотреть в зеркало и быть счастливой, кого я вижу в зеркале. И в этом процессе, да, я хочу говорить и о воспитании детей, но важно также заметить, первое, что быть счастливой, там, где ты есть. И будьте сами собой. Наши дети замечают, когда мы в стрессе, и когда мы пытаемся быть тем, кем мы не являемся. Кто здесь? Может ли кто-то здесь съедящих сказать? Кто-то говорил здесь, о, как бы я хотела иметь волос, как у Татьяны. Или писать. Банни Уилкс, она очень хорошо пишет поэмы. Или петь, как Джамала. Кто-то хотел? О, вау. Мы все делали это. Если вы будете честны сами с собой, мы все имеем такие какие-то желания. Или услышать женщину, которая хорошо проповедует, и мы думаем, о, как бы я хотела говорить так слово, как она. Ну, услышьте, Бог дал все, что мы имеем внутри для того, чтобы совершить призвание, которое Он имеет для нас в нашей жизни. И также, чтобы быть женственным с тем, кем вы женственны. Если это пастор, лидер, кто-то. Человек, за которым мы замужем, это тот человек, который Бог хочет, чтобы мы были. Если он пастор или лидер, мы должны помогать ему. Делать все возможное, потому что Господь знает, как им нужна наша помощь. И они, как Олен, лидер на меня, и он сказал, если я не куплю какие-то чистые пастори, я пойду к ним завтра. И я ему сказал, хорошо, хорошо, хорошо. Мы сегодня сделаем стирку, поэтому я тебя сейчас предупреждаю. Она меня предупреждает. Да, мэм. Третье. Будьте реальны. Будьте сами собой. Ведите себя естественно. Будьте естественны в церкви. Не будьте двумя людьми. Двух личными. Потому что ваши дети это замечают. И это касается любого человека. И если вы берете детей и людей, да, они замечают. Когда-нибудь проезжали вот по деревне, и вот там домик где-то далеко, и свет горит там. И вы думаете... Думаете ли вы, кто же там, интересно, живет? Интересно, какая же жизнь там у них внутри сейчас, да? Думали? Есть у них дети или нет? Или счастливы они или нет? Разные такие мысли приходят, да? Когда вы видите такие образы. Так же само с нами. Со всеми нами. Люди хотят знать, как мы живем. Особенно если мы в лидерской позиции. Но все хотят знать. Мне интересно, она дома ведет точно так же себя, как на публике? Мой отец был очень смешной человек по жизни. И с ним было всегда интересно, потому что всегда радостно было с ним. И моя подруга всегда спрашивала меня. А он всегда так ведет себя, и дома тоже такой веселый? И он был такой. Моя мама и я, мы постоянно смеялись от его шуток. Поэтому будьте естественны. Потому что наша жизнь, иногда нам может быть страшно в жизни быть. Но в то же самое время наша жизнь может быть, мы можем быть честными друг с другом и с собой. И это будет, и имя Бога будет прославлено в этом. Когда вы радостны, когда вы показываете, что это вам приятно служить и служить людям в церкви. И когда это будет происходить, и тогда вы будете смотреть в зеркало, вам будет нравиться то лицо, которое вы будете видеть в этом зеркале. Живете ли вы в маленьком городе или в большом городе. Маленькая церковь или большая церковь. У вас есть круг друзей. И они хотят знать, кто ты есть на самом деле. И вы хотите знать, кто они на самом деле. Потому что это улица так с двухсторонним движением. Я никогда не забуду ту первую церковь, в которой мы пастырствовали в первой церкви. Это было в маленьком городе. Девятьсот людей было. Девятьсот человек в этом маленьком городке. И была вдова, которая жила два дома от нас. И ее дом был на углу вот там. А наш дом был на этом углу этой улицы. Я не помню, но мы ее подвозили куда-то. И она мне говорит, она говорит, куда вы ходили в прошлый вторник? Я говорю, мы никуда не ходили. Но он говорит, нет, мы никуда не ходили. И она сказала, да, она сказала, что вы делали. Я увидела, что вы в багажник свои вещи складывали. И она сказала, мы говорили, нет. И я говорю, а, я знаю, что было. У нас друзья были. Они приехали с Далласа, они были у нас в гостях. И вы, наверное, видели, как мы их сумки складывали в наш багажник. И она сказала, о, нет, они уехали в среду, а это было во вторник. И я сказала, что это хорошо, что мы не бросаем влажные партии или что-то. И тут я сказала мужу, слушай, как здорово, что у нас нет таких вечеринок, таких каких-то секретных, закулисных. И я говорю, потому что мы бы попали в проблему. За нами следят. И в Стрихе я хочу поговорить о том, что сколько у нас времени еще? Романс 12, 2-9. Римлянам 12 глава, сейчас прочитаем. Хорошо, я скажу. Да, это говорит нам, что вы все знаете, но это говорит, Вы все знаете, я прошу вас, братья. И это говорит, представьте ваши тела, как живые жертвы. И преображением ума вашего. Как быть преображенным? Мы читаем Слово. Мы следуем тому, что он нам говорит. Мы молимся. Мы мыслим его мыслями. Это основа. Это наша основа хождения с Богом. Я не думаю о том, что жить так в жизни с Богом, что когда Его Слово уже настолько впиталось в тебя, что то, что ты делаешь, а ты уже подсознательно делаешь его дела, его мысли. Я не стою рано утром и говорю, о, сейчас мне надо думать и напрягать мы, я буду думать его мысли. Ходить так близко с Ним, что это станет естественно для нас, что это все природное наше будет. Это первое, три вещи, что поможет. Это первое, полагаться полностью на Него. И в третьем стихе написано так, что он даст нам меру веры. Что за вера? Что за мера? У нас ни у кого нету совершенной меры. У нас есть достаточно веры у каждого для нас лично, для той меры, которую Бог дает нам. И мы знаем, что он любит нас, и все, что нам нужно знать, что он любит нас, и он желает самое лучшее, чтобы мы состоялись. И это позволяет нам просто расслабиться и наслаждаться в его хождении с Ним. И помнить о призвании. Бог мог уже призвать тебя быть учителем. Может быть, Он призвал тебя, как я, быть женой пастыря. Может быть, Он призвал тебя быть дома и воспитывать детей. Это тоже замечательно. Как я вам сказала раньше, я не человек сцены. Никогда не имела такое желание. Всегда я была старшим над женским служением. Много-много лет. И я любила каждую секунду. Но в один день вот эта сверхдуховная женщина назначила встречу со мной. И она пришла ко мне и говорит, есть что-то, что ты, я думаю, что ты не осознаешь до конца. Я подумала, вау, что же такое? Что она мне сейчас скажет? Она сказала, я не знаю, если ты это знаешь или нет, но ты держишь всех женщин в церкви Шеди Грофт. Ты просто их удерживаешь назад. И все эти годы сразу начали у меня в разуме вот просто щелкать. И я начала думать о всех этих женщинах, которым я служила все эти годы. И изучая вот эти библейские уроки, которые я делала, молитвенные, женские, которые делали. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. И я была настолько в шоке от того, что я услышала. А я говорю, как это же может быть? Она сказала, ну, есть много женщин в церкви, которые хотят проработать. И потому что ты не проповедуешь, но из-за того, что ты не проповедуешь, они не могут, они боятся проповедовать. Ты их удерживаешь. И я сказала, хорошо. Я не знаю, как мы можем это все исправить. Я не вижу связь с этим. Она сказала, ну, можно я прожить? О, и я сказала, я сказала, я приглашала быть жена пастыря, я не призвана быть на сцене, я не хочу быть там. Она сказала, ну, можно я помолиться за тебя, чтобы Бог дал тебе желание? Я говорю, конечно, молись. Помолилась. Это было 30 лет назад. И до сих пор это желание не пришло. И я молилась. И я имею понимание, имею это откровение, что Бог сказал мне, что я хочу быть там, где я тебя сотворил. Римлянам 12 глава, с 5 по 8 стих. Можете прочитать, записать. Ну, по-простому, что одно тело, но разные функции. Мы, у нас есть дар, и пусть любовь руководит. Посмотрите в этой комнате. У нас есть длинные прически, короткие прически, светлые, темные, разноцветные. Кто-то имеет макияж, кто-то не имеет. Кто-то любит украшения, кто-то не любит украшения. Нормально. Мы все разные. Но знаете что? Ну, Бог создал нас такими. Представьте себе, если бы все были одинаковые, это бы так скучно было бы, правильно? Если бы все были такие, как я, то никто бы не говорил. Или, допустим, как у меня есть подруга, то, когда она говорит, то никто не может уже вклиниться. Поэтому мы должны быть свободными и такие вот свободными. Будьте сами собой и тем, кто кто-то думает, как вы должны быть. Как я сказал earlier, у нас есть дети, кто-то работает, кто-то дома, кто-то на пенсии, кто-то имеет детей, но вот дети должны уйти из дома, ну, учиться дальше. Остануться сами с мужем. Но во всем этом, помните, первое призвание быть помощницей. Что бы это ни значило. Может быть, для кого-то это означает работать, уйти, пойти и устроиться на работу. Для кого-то, может быть, это готовить, кушать три раза в день. Но это было наше первое призвание. И пусть Господь действует через тебя, и чтобы вы, когда будете смотреть в зеркало на себя, чтобы вам нравилась эта персона, которую вы видите. Бог сотворил вас таким образом, каким вы являетесь. И Он хочет тебя таким, каким Он себя сотворил. Амин. Я люблю вас. Спасибо. Понравилось, сестры? Я сказала, вы любите это? Да, они любят это. Спасибо за то, что вы пришли. Как много детей у нас? Двое детей у нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!